Здравствуйте! В эфире Афиша, программа, которая подскажет вам, как провести ближайшие выходные. Меня зовут Юлия Север. О грядущих мероприятиях услышите из моих уст. В Доме культуры «Чайка» открылась передвижная межрегиональная выставка «Женщин-художников. Весеннее равноденствие». Ранее проект был представлен в областной библиотеке. До 23 мая в ДК можно понаблюдать работы двух десятков талантливых художниц из Самары, Москвы, Пензы и Казани. Графика Марии Пешковой, Галины Петровой и Евгении Тарасовой, керамика и батик, расписные эмали, живопись, текстурная народная кукла и многое другое. Приходите! В Доме культуры Победы 6 мая сможете увидеть спектакль «Отда молодым человеком». Это разговорный пластический спектакль по произведениям Рождественского, Маяковского, Бродского в исполнении молодежной театральной студии «Лестница». В субботу состоится вечер, посвященный истории казачества. Музыкально-поэтическое представление на берегу озера Паршино, Московское шоссе, 18-й километр. В программе казачьи песни, походная кухня у костра для всех гостей, хороводы и традиционные игры. Кроме того, зрители ждут стихи от заслуженного артиста России, знаменитого профессора Мариарти из советского фильма о Шерлоке Холмсе Виктора Евграфова и живая картина казачьего быта. А после завершения основной части мероприятия можно покататься на лошади в кавалерийском или казачьем седле. В областной библиотеке 7 мая состоится открытый кинопоказ. В этом году знаменитому отечественному актеру Олегу Далю исполнилось бы 75 лет. Более того, в 2016 году отмечается 35-е годовщина его смерти. В субботу киноклуб «Ракурс» организует просмотры и обсуждение драмы «В четверг и больше никогда». Накануне своей свадьбы молодой врач Сергей собирается к маме в провинцию и отговаривает невесту ехать с ним. Его мать работает в заповеднике. Здесь же живет Варя, бывшая подруга Сергея, которая ждет от него ребенка и которой он не собирается говорить правду о своей помолвке. Накануне Дня Победы на площади Славы состоится масштабное мероприятие. Стартует оно в 17.00 с демонстрации фильма «Запасная столица» на больших экранах. В 19.00 начнется концерт местных творческих коллективов в трехмерном сценическом пространстве, в визуально объединяющем здание облправительства, монумент славы и вечный огонь. Но самое важное начнется в 22.00, 3D-представление, в ходе которого будто бы из ничего перед зрителями поднимется цех завода. Зрители увидят сборку легендарного штурмовика Ил-2, который совершит мертвую петлю и улетит на фронт. После чего на экранах начнут появляться имена наших земляков, которые не вернулись с войны. Трансляция продолжится и на следующий день. Всю ночь около вечного огня будет стоять почетный караул. На сегодня все. Я вам желаю ярких праздничных выходных. С вами была Юлия Север и программа «Афиша». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова